Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить трайфлы. Это у меня будут муссовые трайфлы, очень легкие десерты. Как раз именно то, что нужно к застолью, когда у вас планируется огромный стол и в конце вам нужен очень красивый и не тяжелый десерт, который обязательно порадует всех ваших друзей, знакомых и гостей. Делаются они не сложно и я думаю они точно-точно всем понравятся. Можно готовить их с разными фруктами. За основу я беру шоколад. Это очень похоже на три шоколада десерт, но не совсем и пропорции немножечко другие. Вы видели, я использовала шоколад там частично молочный, частично черный. Просто для того, чтобы был более шоколадный вкус, но при этом не горчил. Шоколад я растопила в микроволновке импульсами, периодически помешивая, вот до однородности его перемешала. И теперь буду к шоколаду добавлять сливочное масло. Также я показала, что у меня стоял набухал желатин. Желатин набухал у меня в молоке, чтобы не было никакого водянистого привкуса. Так как масло у меня холодное, прямо из холодильника, шоколад вот начинает немножечко схватываться. Я растапливаю желатин, он у меня получается довольно горячим. Тоже растапливаю его импульсами. Секунд по 10-15 и перемешиваю, для того, чтобы у меня желатин не закипел. Он должен раствориться, но не кипеть. Добавляю желатин, и вы видите, от температуры желатина опять шоколад мой расходится. И становится вот такая вот красивая, насыщенная шоколадная масса. Которая я добавляю молоко, молоко комнатной температуры. Все это хорошенечко перемешиваю, чтобы масса стала полностью однородной. И отставляю, пускай она капельку остывает, чтобы она даже не была у нас теплая, комнатной температуры. Тем временем взбиваю сливки с сахаром. Сливки взбиваю до хороших, таких плотных, устойчивых пиков. Вы видите, они абсолютно не шевелятся. Вот такая вот красивая масса у меня получается из сливок. И эту массу теперь нужно выложить в шоколадную. Она вот так вот красиво пенкой сверху плавает. И аккуратненько вначале немножечко-немножечко вот так вот перемешиваю, для того, чтобы разбить вот эти вот большие комочки наших сливок. И затем все более интенсивно, начиная перемешивать, добиваясь полностью однородности нашей массы. Масса становится такой легкой, воздушной и при этом довольно жидкой. Она не получается прям как крем. Чем более жидкая у нас масса, тем ровнее она ляжет у нас в наших стаканчиках. У меня вот такие вот одноразовые стаканчики для трайфлов. Это могут быть и квадратные, и круглые. Здесь не принципиально. Они обычно стандартные, идут по 200 грамм. Если с горкой, то 250 грамм. И разливаю. У меня этого количества полностью, вот этого десерта, было на 25 стаканов. Но этого количества хватит на 20-25 стаканов. Если вам, допустим, нужно сделать 10 стаканов, берете количество ингредиентов, которое у меня указано. Делите его в среднем на 23. И умножайте, допустим, вам нужно на 10 стаканов. И умножайте на 10. И так вы получите нужное количество ингредиентов. Отправляю нашу шоколадную массу остывать на балкон. У меня на балконе около 0 градусов, поэтому схватывается довольно быстро. И буду использовать здесь абрикосы. Абрикосы я взяла замороженные у меня. Перебиваю их в пюре. Затем ставлю это пюре на огонь и довожу до кипения. Долго кипятить его не нужно. Просто, чтобы пюре закипело. Только аккуратно. Оно довольно брызгается, когда закипает. Поэтому закрывайте его хорошо крышкой. После того, как наше пюре закипело, Отвесила шоколад и на шоколад выкладываю горячее пюре. Оно как раз и растопит наш шоколад. Теперь сюда буду замоченный желатин добавлять. Опять же, желатин замачивала в молоке, чтобы никакого водянистого привкуса не было. Желатин замачивается где-то в течение 15 минут у вас должен постоять. И начинаю хорошенько перемешивать. Горячая масса растопит и шоколад, и желатин. Теперь в еще теплую массу добавляю сливочное масло. Оно тоже у нас прекрасно разойдется, так как масса еще немного теплая. Для того, чтобы остудить массу, сюда буду добавлять молоко. Но молоко в этот раз у меня с холодильника, а не комнатной температуры. Оно по-быстрому остудит нашу массу, чтобы мы ее могли добавить потом к сливкам. Потому что к сливкам теплую массу добавлять нельзя, иначе сливки станут быть воздушными, а просто как бы потекут. Благодаря холодному молоку у нас масса стала прохладной. Взбиваем точно так же сливки до плотных пиков и добавляем их к массе. Хорошенечко перемешиваем, добиваясь полностью однородности. Получается вот такая вот красивая, легкая и воздушная масса. Опять же, не очень густая должна быть. Красота какая! Камера, конечно, не передает цвет, какой красивый оранжевый получается. Вот уже под застывшие мои стаканчики с шоколадной массой. Обязательно верх должен хорошо схватиться, для того, чтобы выливать следующий слой, чтобы ничего у нас не смешалось. Видите, ничего у меня уже не шевелится. Прошло буквально минут 10, максимум 15, и у меня все прекрасно в холоде схватилось. Можно разливать половником, можно вот так вот разливать. Смотрите уже, как вам удобно. Главное, чтобы никакие капельки у нас не брызгали на стенки стаканчика. Иначе их потом сбоку будет видно. И аккуратненько так разливаем всю массу. Вот такая вот красота у нас получается. Опять же, отправляем ее в холод застывать. Тем временем, будем мы готовить и следующий слой. Следующий слой для яркости я решила делать чисто фруктовым. Можно использовать, в принципе, здесь и любые фрукты, не только абрикос. Это может быть клубника, малина, только малину процедите сквозь сито, чтобы косточек не было. Черная смородина может быть. Это может быть и вишня перебитая. В общем, все, что вам нравится, любые фрукты вы можете здесь использовать. Я взяла еще теплое пюре, которое не успела совсем полностью остыть. Растопила в микроволновке импульсами желатин и добавила желатин к пюре. Желатин все так же у меня был замочен именно в молоке, чтобы не было никакого водянистого привкуса. Вы видели, также к пюре я добавляла сахар. Если у вас очень сладкие какие-то фрукты, то смотрите по вкусу. Может, сахар немножечко нужно будет или уменьшить, или увеличить. Если это вишня, то она, конечно, будет кислее. Отправляем застывать и тем временем займемся белым шоколадным слоем. Белый шоколадный слой готовится точно так же, как и первый шоколадный слой. Здесь немножечко только желатина побольше можно добавить, потому что белый шоколад все же не такой плотный и не даст той текстуры, как черный шоколад. Точно так же мы все сделали и добавили сливки, и получилась вот такая вот белая красивая масса. Достаю свои стаканчики, которые уже схватился абрикосовый слой. Он тоненький, красиво такой подчеркивает оранжевый цвет, который внизу. И разливаю уже белую массу по стаканам. Очень вкусно она пахнет, очень нежный сливочный такой привкус. Красота какая у нас получается. И теперь для того, чтобы украсить как-нибудь, я взяла кусочек коржа бисквитного. Он у меня заморожен, положила в морозилку, чтобы он хорошо замерз. Так он прекрасно у меня будет тереться на терку. Можно использовать любое печенье. Это может быть не только шоколадное печенье, а любое, какое вам нравится. Оно будет одинаково красиво. Делаем просто такую красивую крошку. У меня эта крошка как земелька такая будет красивая шоколадная. После того, как все слои у нас уже схватились, посмотрите, какая красота получается сбоку, посыпаю сверху буквально одной десертной ложечкой вот этой шоколадной крошки. Вы, конечно же, можете украсить просто взбитыми сливками, каким-нибудь кремом. Это могут быть фрукты, могут быть какие-то свежие, допустим, дольки абрикоса или апельсина, неважно. Вы можете украсить абсолютно по своему вкусу. Для того, чтобы сделать какую-то красивую яркую нотку, буду добавлять сюда сверху вот такие вот малинки купила. И чтобы они у меня не катались сверху, я их буду резать пополам. Вы, конечно, так не режьте к пальцу. Обязательно используйте для этих целей досточку. Просто хотела вам показать, чтобы все видно было. Она вот такая вот красивая желейная внутри. Просто разрезаю ее напополам и укладываю. Сюда еще можно добавить какие-нибудь листики мяты, но я мяты сейчас не нашла, поэтому присыпала еще немножечко пищевыми блестками на шоколадную вот эту крошку. К сожалению, ее плохо видно на фото. Но получается очень красиво. И несколько шариков вот таких серебристых бросила вокруг. Получается очень красивый, очень нарядный и вкусный десерт, который прекрасно подойдет к любому застолью. В конце, если вы уже хорошо отметили, то такой десерт будет очень кстати. Обязательно попробуйте, это очень просто и очень-очень вкусно. Не забудьте, конечно же, поставить палец вверх и всех с наступающими праздниками. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok